всем привет вы на канале я уже собираюсь его записать где-то неделю а может быть даже и две в общем очень-очень хотелось его записать сразу после того как антоша записал ряд своих прямых трансляций или как это прямо сказать ну в общем он ввел прямые эфиры обсуждал игры ему это было очень интересно и когда-то на своем канале я уже говорил о том что будут появляться такие видео моего сына вот кто смотрит внимательно тот понял и это я понял по комментариям что есть люди люди разделились на два ладья тот кто понял в чем дело и тот кто подумал что канал сломали и завязалась переписка между подписчиками в общем все это очень интересно и мне хочется немножко пояснить ситуацию хочется рассказать почему мы как бы немножко пропали сказать слова благодарности тем подписчикам которые нас не забыли которые помнят которые все время пишут комментарии вот и сейчас вот прямо меня так немножко смех разбирает и аж на так дыхание как-то перехватило я открыл значит студию чтобы посмотреть и назвать имена подписчиков и увидел такие смешные комментарии вот сейчас я некоторые из них зачитаю возможно почитаю много комментариев вот ну давайте по порядку значит когда начался весь этот карантин начался ковид и прочие дела началось это все за когда это началось у нас 16 марта где-то до 16 февраля в общем я пошел вынужденный отпуск дети там заканчивали учебу тебя перевели на онлайн да в общем показалось что будет очень много времени и я смогу прямо вот каналу развивается дать ему тоже больше времени будет больше видео и бла-бла-бла а получилось все совсем не так на самом деле когда вся семья засела дома то получилось что времени стало гораздо меньше и да если вы слышите марина она говорит старую шутку что как там когда отключили интернет узнал жену поближе оказалось очень интересный человек в общем получилось так что когда семья собралась вместе когда нас ограничили в передвижениях у нас появились какие-то другие интересы другие занятия и канал ушел на второе третье четвертое пятое десятое место как я сказал сначала я думал что я буду делать прямо видео часто там какие-то может быть про ковид записывать вещи типа каких-то там отчетов там рассказов что у нас происходит как происходит думал еще какие-то были у меня затеи там и проекты всякие но потом это как-то вот все смазалась убралась из-за того что мы стали быть вместе у нас появились я сказал другие интересы другие занятия и канал сдвинулся опять же пропали видео которые я записывал в машине когда выезжал на работу когда ехал там на заправку какие-то переезды длительные дела там например ехал маришку завозил в колледже с колледжа мы ехали записывали колледжские влоги вот все это пропало пропала езда пропало время и потихонечку потихонечку так вот я думал ну хорошо сейчас выпущу те видео которые у меня лежат где-то в архиве тут начинаешь что-то делать не до видео не до видео и вот так получилось что значит летом я выпускал где-то там июнь июль по два видео в неделю август как-то немножко стал тормозиться вообще в сентябре по моему вышло одно видео и в общем все вот так вот как-то я думаю ну вот ну вот и этот вот никак не приходил и в начале сентября где-то вот выпускаю последнее видео я зашел на канал и смотрю такая активность среди подписчиков у нас подписчиков добавилось я еще думаю ничего себе раньше выпускаешь видео и мало подписчиков добавляется а тут месяц не заходил и прямо прирост подписчиков так мне стало опять приятно все это меня воодушевило и что что в войне приятно что раньше подписчики добавлялись только на видео которые были про магазины и в основном про костку или в последнее время про сам склад а тут прямо подписчики подписываются видео не выходят я думаю то что такое надо заниматься каналом выпускаю свое последнее перед этим видео опять думаю что все буду делать записываю распаковки у нас кстати будет много распаковок очень много в архиве лежит сейчас они будут выходить и если вы будете активно также как сейчас писать комментарии прочее это меня конечно сподвигнет делать видео чаще ну и вот я думал-думал и и так это в сентябре последнее видео вышло я все никак не мог собраться сесть сделать ролик ну обработать его сделать кино скажем так чтобы вам показать и вот антоша записывает три видео и после этого начинается вообще бум сразу же там за день или за два или за три отписывается порядка 20 подписчиков сейчас может даже и больше я еще не смотрел вот я думаю что это случилось потому что люди подумали что канал взломали об этом же опять же писали в комментариях куда мы пропали пишут одни канал взломали пишут другие возможно эти подписчики которые писались подумали что значит канал перешел каким-то геймером делать тут нечего они сразу резко отписались вот жаль если вы видите это видео возвращайтесь будет интересно возможно ну по крайней мере видео будут выходить нас никто не хакнул канал у нас на месте и все будет продолжаться я думаю так как раньше но часто видео наверное выходить не будут частота видео будет зависеть от вашей активности потому что почему собственно я и стал делать меньше видео потому что даже снимая магазины мы не получали никакой обратной связи вот и скажем так каналы разные люди делают по разным причинам кто-то хочет там заработать денег кто-то хочет не знаю там может быть славы кто-то общение кто-то еще чего-то я когда начинал канал я просто хотел поделиться какой-то информацией которые узнавал об америке в америке поделиться своим опытом с теми кто приезжает рассказать тем кто не приезжает как здесь жизнь идет что происходит вот и мне было интересно это было мое хобби мне было интересно работать с видеоматериалом я научился очень многим вещам узнал много интересного вот опять же узнал много интересного про себя и про свою семью от подписчиков комментарии были разные но тем не менее когда была обратная связь было это интересно делать потом когда стали смотреть только ролики про магазины немножко интерес упал и тем более когда ролики не комментируют ни хорошо ни плохо то интерес вообще пропадает что-либо делать и как я вам сказал уже когда мы засели вместе всей семьей время стало на карантине время стало тратиться по-другому и казалось что его будет больше его стало на самом деле меньше то в общем то вот это вот хобби она стала каким-то таким второстепенным и потихонечку начало глохнуть но активность в последние дни вот это вот подписка когда они выходили видео меня все таки немножко немножко радует немножко вдохновляет все рейсеры проедут и мы продолжим вот и я решил все таки попробовать ну не попробовать а все таки выпускать те видео которые я все равно регулярно снимаю не так много магазинов у нас есть зато есть много распаковок возможно буду еще что-то снимать где-то какие-то походы на природу или что не знаю буду про работу снимать буду ездить когда еду на работу или с работы появляется свободное время единственное время свободное в машине вот если будет активность ну вот такой вот вроде такое маленькое вступление значит опять же хотел подготовиться и выписать фамилии подписчиков наиболее активных сел начал выписывать понял что опять же на это надо время времени не хватает поэтому выписал самых активных из самых активных которые вот буквально писали комментарии на прошлой неделе вам отдельное спасибо и это ирина гурин это об арта парт арина имя фамилия очень интересный никнейм фаритка 83 youtube чик для анна п толга джунусов татьяна дорогобит елена христофорова арсений кулин вартал и в общем список этот очень очень долго можно продолжать я думаю сюда бы добавилось где-то порядком ну еще 20 фамилий которые когда я вижу комментарии я уже узнаю эти фамилии узнаю никнеймы и знаю что это наши постоянные комментаторы вот опять же по каналу скажем так на четыре тысячи там сколько-то сотен подписчиков что я могу сказать что комментируют нас всего где-то один процент где-то нас комментируют комментариев очень мало и несколько раз я уже подумывал о том что даже не снимать видео и не делать ничего но когда я вижу комментарии вот именно от этих подписчиков именно которых я зачитал и извините тех которых не зачитал возможно сейчас зачитаю когда буду читать комментарии но честно говоря нет времени переписывать вот готовить этот список вам большое спасибо за комментарии так чем это я а когда я вижу вот людей которые нас постоянно смотрят вот этот вот от 1 до 10 процентов которые нас комментируют хочется вот честно говорю ради вас делать какие-то новые видео чтобы вы смотрели чтобы с переписываться и когда я думал закрыть не закрыть ну или типа оставить канал и перестать выпускать видео я все-таки думал вот об этих людях которые все время с нами и как я вам уже сказал даже не выпуская видео на youtube я все равно продолжал их записывать в надежде что я вот сяду и начну их делать делать поэтому какое-то количество видосов у меня есть и я бы сказал что она тоже очень большое я постараюсь их выпускать поэтому всем кто с нами большое спасибо постараюсь вас ну не знаю как сказать радовать или отвечать на ваши вопросы или рассказывать что-то интересное вот а сейчас я хочу немножечко немножечко почитать комментарии вот посмеяться вместе с вами может быть постебаться над кем-то может быть кому-то сказать слова благодарности начну самых последних комментариев то есть которые вот самые свежие потому что так студия настроена что мне будет проще читать те комментарии которые выходили в последнее время значит никто надежда васильева никнейм не абсолютно незнакомые пишет она под видео под видео под каким она видео пишет не вижу к сожалению но ладно так сейчас вот я открою значит наш подписчик опт-арт опт-арт пишет почему-то складывается мнение что их канал тоже ломанули и все это видео не их рук дело нет заставки нет приветствия в общем это и объясняет их долгое отсутствие как я сказал опт-арт это наш постоянный подписчик спасибо за ваш комментарий нас не ломанули хотя да в последнее время очень много было видео с разных каналов о взломах но у нас миловало все у нас хорошо как я сказал мы на месте и надежда васильева 19 часов назад абсолютно свежий комментарий пишет да кому нужен их канал у них что несколько сот подписчиков просто жизнь не такая сказочная как они ее представляли в белоруссии жизнь честный жить честно и счастливо и среди родных они не захотели считали что так же легко будет общаться в осашайке как и в белоруссии но дядя сэм их отрезвил ну надежда васильева что я вам могу сказать мне искренне вас жаль вы думаете что вы самая умная что вы самая продвинутая ну а на самом деле это далеко не так и это видно даже самых первых слов у них что несколько сот подписчиков представляете у нас несколько сот подписчиков 4000 это не несколько сот подписчиков а несколько тысяч подписчиков я сказал поэтому вам бы немножко математике поучиться и было бы неплохо просто жизнь не такая сказочная как они ее себе представляли в белоруссии в белоруссии мы себе ничего не представляли потому что мы давно не живем в такой стране не жили вернее нет такой страны на карте на глобусе есть страна беларусь поэтому уж потрудитесь правильно писать название вот а сказочная она не или не сказочные что мы себе представляли это можем только мы об этом сказать так вот жизнь в беларуси и в америке это вот понимаете типа как вам сказать как рай и от что ли или как черное и белое и не вам рассуждать с того берега или если вы находитесь здесь то мне жаль что вам жизнь в америке не кажется там сладкой или интересной просто видимо вы по жизни такой вот какой-то грустный человек дядя сэм нас абсолютно не разочаровал дядя сэма гораздо дядя сэм гораздо круче чем нынешний президент в беларуси и в общем то в его стране все продумано и сделано для народа жить честно и счастливо среди родных не захотели вы не знаете наших родных вы не знаете как мы жили там не знаете как мы живем здесь считали что так легко я не оправдываюсь я просто смеюсь ее комментарии она написала какой-то чушь и считали что также легко легко почему-то буквами капитал большими написано будет общаться в асашайке что такое асашайка почему легко большими буквами с кем общаться ну согласен согласен маришка так что надежда васильева если вам не нужен наш канал я не понимаю что вы здесь делаете и изливаете кому свои посредственные комментарии до свидания отписка прощаемся мы отписываемся от вас марина f отвечает и переписывается с татьяной дорогобит значит так первый комментарий в этой веточке наталья алентива это тоже знакомый подписчик который периодически нас комментирует достаточно часто наталья пишет сергей куда пропали очень жаль что вы все же решили бросить канал но все равно буду надеяться что передумайте начнете снова записывать влоги здоровья удачи большое спасибо канал не бросили как вы видите мы не пропали засосала жизнь семейная в общем все у нас хорошо видео лежат в архивах буду выпускать благодаря вам передумываем спасибо за здоровье удачи вам того же не болейте ждем ваших дальнейших комментариев и значит здесь вот прямо вот завязалась переписка 6 или даже больше каких-то комментариев каких-то некрасивое слово в общем вас начинают комментировать и как я говорю этого не случалось даже когда у нас канал активно работал значит пишет какой-то извините какой-то некрасиво напишет иван чай не знаю вы наш подписчик или нет по крайней мере смотрите нас раз комментируете так значит вам лайкос больше иван чай пишет больше похоже на взлом если честно иван чай нас не взломали видимо вы не видели наши ранние влоги там где я говорил что антошка будет делать стримы на нашем канале объясняю почему потому что у него есть канал и на нем мало подписчиков чтобы он мог стримить на своем канале ему нужна 1000 подписчиков у него нет этой тысячи поэтому он на своем канале делает просто влоги своим подписчикам говорит ребята заходите на канал нашей семьи там будет стрим и они переходят тогда на наш канал спасибо что пишите спасибо что участвуете в комментариях будем рады если вы подпишите подпишитесь и будем с вами переписываться галина аристархова отвечает иван чай это не взлом это сыновья галина аристархова большое вам спасибо за то что прокомментировали благодаря вашему комментарию возможно кто-то не отписался и остался и сидит у телевизора в ожидании нашего видоса видосы будут может даже будут прямые эфиры поэтому подписывайтесь кстати предлагаю вам подписаться на инстаграм подписаться на в любом видео там написано куда подписаться фейсбук инстаграм там всякие эти сети возможно я буду делать какие-то прямые трансляции или в инстаграме или на ю тубе когда вот например возвращаюсь с работы я буду включать и прямо что-нибудь писать и может быть да стримить буду как говорили уральские пельмени пятерку лет назад да или шесть там больше стримил на кухне там вот тут же значит иван чай вам лайкос и галини аристархов аристархова тоже лайкос татьяна дорогобит опять же отвечает ивану чай возникла такая мысль на инстаграм и фейсбук тоже без постов была мысль и о пожарах калифорнии может пострадали пандемия могла зацепить сын играет в игры саша может это он их стримил вот спасибо за ответ спасибо перед за переживание вы тоже смотрите наши видео и вы поняли что это саша да это был саша и антоша наверно главный был антоша саша там подстримливал вот пандемия зацепила тем что она показала чем можно заняться когда семья вместе пожары у нас калифорнии были слава богу они обошли нас стороной но и мы живем в такой эре где скажем к лесам надо ехать специально то есть мы живем не в лесистой местности поэтому до нас если лес горит пожар слава богу не доходит вот вам лайкос переписка идет дальше наталья лентева пишет знаем вас помним галина аристархов вы правы похоже на старшего сына антона но не уверена очень хороший канал зал если бросили спасибо за ваши теплые слова за наш хороший канал что вы его так считаете и называется хорошим это приятно слышать мы его не бросили и возвращаемся ради вас будем делать видео обязательно галина аристархова продолжает неделю назад наталья лентева точно мальчишки голос сашули ничем не перепутаешь спасибо большое наталья вам ставлю лайкос обязательно так и потом подключается еще в этой переписке никто мари f честно говоря не помню такой никнейм татьяна дорогобит я тоже об этом подумала скорее всего что-то случилось и сейчас и мне до канала мария спасибо ничего слава богу не случилось не до канала по одной той простой причине у нас появилась маленькая собачуля об этом да в общем это как ребенок и об этом вы увидите в наших влогах и будут влоги и про нее и кстати есть канал у нее свой маленький подписывайтесь правда там тоже видео резко появились резко закончились но тем не менее вы можете подписаться возможно будем туда закидывать такие вот маленькие видосики с телефона название канала частный пишу так надежда васильева пишет знакомый подписчик вот это она отвечает а на самом деле этот топик начала не надежда васильева а виталий бегуняк возможно я видел ваш никнейм но наверное очень мало и редко в оксане такой разговор как у следовательки на допросе а этот комментарий под самым под очень старым видео там где мы с оксаной стрим делали надежда васильева отвечает виталий бегуняк оксана уже 20 лет у сошайки и хлебнула по полной проживите ее эти 20 лет вообще дарвичи потеряете но это нашего канала можно сказать не касается так идем дальше толга джунусов периодически наш комментирует пишет ничего не понимаю колон взломали что ли но говорил что нас не взломали вам лайкос за комментарии за то что смотрите и ждете татьяна говорит нет на заднем плане марина разговаривает антосас антон и саша их дети но странно марина спалила всю эту самую замут весь вот на самом деле да это были наши дети так что все будет хорошо татьяна дорога вид очень странно ответила и толга джунусов ну ничего странного на самом деле вы уже поняли что почем какой хотите с мячом так что увидимся в интернете еще одна маленькая веточка так она это тоже самое двигаемся дальше ирина гурин пишет ребята куда вы пропали все в порядке ваши подписчики волнуются и скучают привет с украины привет украина привет ирина гурин спасибо за ваши комментарии спасибо что вы с нами ставлю вам лайкос сердечко кстати забыл ставить сердечки своим любимым подписчикам так тут стоит тут стоит но потом пробегусь поставлю поедем дальше опт-арт опт-арт пишет почему-то складывается мнение что их канал тоже ломанули и все это видео не их рук дело нет заставки нет приветствия вообще-то это и объясняет их долгое отсутствие ну объяснил вам лайкос и сердечко нас не ломанули возвращаемся фаридка 83 взломали аккаунт объяснил не очень незнакомо а вообще-то встречал периодически но не знаю вы наш подписчик или нет подписывайтесь будем вместе ютубчик для обычно так и взламывают стримят игры да сломали наши сыновья стримят игры но мы не пропали так и анна п пишет на мой комментарий отвечает ну наконец-то анна п мы возвращаемся вам лайкос и сердечко до ждите ждем ваших комментариев антон верни пароль родителям написала арина арина это один из наших постоянных и один из более ранних подписчиков которые с нами с самого начала арена вам привет вам сердечко вам лайкос антон пароль не забрал я ему периодически его даю чтобы он стримил имя фамилия интересный никнейм как бы сказал антиби как бы сказал антибиотик что происходит не знаю кто такой антибиотик в общем ничего не происходит кто был с нами тот понял что это дети кто знает маринин голос тоже уже вычислил что случилось так что встречаемся в интернете в новых видео и надеюсь вы будете комментировать а я буду отвечать на ваши вопросы так что здесь это старый комментарий мы прошлись по нему анна п пишет марина и сергей куда вы пропали спасибо за ваше волнение в общем мы вернулись мы не пропали толга джунусов ничего не понимаю взломали или нет не взломали спасибо так про марину прошлись про это все прошлись елена христофорова куда пропали спасибо елена христофорова вам привет мы не пропали возвращаемся будем вместе арсений кулин возвращайтесь пожалуйста и и такие вот ручки арсений возвращаемся я вас ваш никнейм знаю и помню встречайте наши новые видео скоро вартал пишет санек что за игра стримили игру фортнайт по моему анна п марина сергей куда пропали не пропали возвращаемся галина аристархова предлагаю коллег предлагаю коллективную петицию в поддержку канала требуем требуем новых видео с нашими американцами ребята нам не хватает вашего позитива очень большое спасибо вам за такой приятный комментарий возвращаемся будем слать вам позитив будем надеяться что вы будете нас комментировать чтобы мы получали обратную связь нам этого тоже не хватает поэтому возможно как я вам сказал и немножко все как бы подзабросилась из-за того что нету обратной связи но вернемся обещаю вернемся так надежда васильева пишет мальчик что за бред ты несешь где твои родители почему они тебя не контролируют но немножко не очень приятный комментарий мальчик нес не бред мальчик разговаривал на английском языке и рассказывал про игру родители занимались своими делами его контролировать не надо он сам себя хорошо контролирует поэтому не переживайте ирина гурин так прокомментировал вас двигаемся двигаемся сейчас пойдем анна по дети где ваши родители отзовитесь кто-нибудь так пишите она в комментарии детям они ответят или передадут нам что комментарий пришел ну в общем возвращаемся елена христофорова куда пропали комментировал камень и абдулина вот честно говоря я вас не помню но если вы наш подписчик это очень хорошо но если нет то очень плохо что вы не подписчик но хорошо что пишите поэтому камиля обязательно подписывайтесь то что мы смеемся мы не хотим вас обидеть мы просто так вот хотим чтобы было весело и вы должны быть нашим подписчикам мы должны вас помнить вы должны нас комментировать потому что тогда нам интересно будет с вами общаться вот спасибо за ваш комментарий вот видите вы соскучились по нашим видео а мне не хватало ваших комментариев и вот у нас получился такой диссонанс вы смотрите и не пишите а я смотрю никто не пишет и перестаю показывать поэтому давайте будем взаимоприятными мы пишем вы вы пишете мы общаемся и канал работает если вы подпишитесь на инстаграм там у нас иногда появляются публикации тоже комментируйте будет приятно можем переписываться там распространяйте наши видео если будет канал расти то я буду видео готов выпускать там хоть через день хоть каждый день с телефона прямо в общем нам интересно делать видео когда мы видим какую-то взаимосвязь когда нет взаимосвязи очень трудно тогда мы уходим в другое русло в общем ваш комментарий сергей марина очень соскучилась по вашим видео пожалуйста не отказывайтесь от нас благодарных зрителей зрителей привет из россии в общем привет вам россия такой теплый комментарий так приятно ну в общем сердечко вам лайкос вот ради таких как я и говорил зрителей хочется вернуться и как я вам сказал нас комментирует порядка десяти процентов от общего а нет нас комментирует где-то один процент от общего числа наших подписчиков и десять процентов подписчиков смотрят абсолютно все наши видео вот честно говоря ради этих подписчиков и хочет хочется вернуться если подпишутся все люди которые нас не комментировали потому что я не знаю вот например как камилия ваше имя вас станет гораздо больше канал двинется вперед и будет гораздо больше у меня чего у меня будет энтузиазма или как зайка скажи мне слово побольше выпускать видосов светлана доварецкая вам привет вас я знаю сергей марина давно вас не было где вы неужели все бросили нет ничего не бросили как я вам сказал это было моё хобби она мне очень много дала я увидел себя со стороны увидел семью со стороны увидел людей со стороны узнал все-таки гораздо больше о людях чем думал и знал иногда хорошего хотелось иногда плохого да узнал даже того чего не хотелось и это было неприятно и вот читая ваши комментарии наоборот с другой стороны приятно но так получилось да что мы зависли но будем возвращаться ради таких вот теплых комментариев хочется возвращаться поэтому не жалейте слов не жалейте букв в компьютере пишите и я думаю мы будем с вами видеться почаще галина аристарха пишет доброе утро интересненький поворот заинтриговали дальше некуда теперь мальчишки будут каналов где вы что вы как вы ну мальчишки рулить не будут хотя будем доливать им поруливать иногда как я сказал все хорошо спасибо за ваши комментарии галина аристархова мы вас знаем пишите будем переписываться будем выпускать видео марина нет вот аватарка знакомая а имя незнакомая жаль классный быт был канал большое спасибо очень приятно слышать что наш канал классный он есть он возвращается так что марина подписывайтесь и будем встречаться в комментариях в интернете и как я сказал хоть я и не выпускал видео в youtube но я регулярно в неделю записывал одно или два видео и они у меня лежат и такой архив за это время собрался что вот просто надо садиться пускать пускать вам смотреть не пересмотреть так что подписывайтесь кто не подписан кто подписан и подписывается ставьте колокольчик чтобы не пропустить наше видео новое будет обязательно так общаемся мы уже почти целый час наверное я буду заканчивать а комментарии не заканчиваются поэтому я наверное сегодня закончу а попозже чуть-чуть снова вернусь комментарием так давайте еще на десяток зачитаю наталья лентива сергей куда пропали очень жаль что вы все же решили бросить канал но все равно буду надеяться что передумайте начнете снова записывать в логе здоровья удачи комментировал просто не поставил сердечко сразу поэтому вот ставлю чтобы не терять большое спасибо вам за комментарий возвращаемся так что не отписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить увидимся на канале распаковка сама с амазон нам пишет валентина пенпан валентина панкова извините здравствуйте смотрю ваш канал мне нравятся репортажи скостка где вы пропали не пропали смотрите ставьте колокольчик будут новые видео вартал посмотрел влог колледж в америке учимся и получаем профессию в сша йога это сложно таких видео было бы неплохо снимать и вид на саму дорогу ну вартал я кстати очень много видел ваших комментариев я так понимаю вы пересмотрели наверное весь наш канал потому что в последнее время вы комментировали видео которые я даже уже забыл что такие были и есть на канале поэтому я думаю что вы уже видели наверное очень много влогов с дорогой поковыряйтесь плейлистах там очень много колледжских влогов с дорогой много влогов где мы куда-то ездили я записывал специально поэтому посмотрите и такие влоги вернуться и появятся будут просто влоги с дорогой с музыкой я кстати делал их и у меня есть парочка заготовленных и буду делать еще так что увидите дорогу я сам помню когда мы еще были в беларуси очень просил одного человека чтобы когда он разговаривает со мной по телефону разворачивал телефон на дорогу не было очень мне было очень интересно увидеть америку и поэтому мне интересно ее показывать вам делиться с вами этими видами как классными так и не классными опять же вартал пишет бекон равно шашлык вопрос оригинально ну в общем да бекон это такой типа можно сказать шашлык анна п здравствуйте куда пропали возвращаемся а монет знакомое имя хорошо вас знаем часто переписывались часто вы комментируете спасибо вы там живы-здоровы пропали совсем спасибо живы-здоровы возвращаемся галина аристархова доброй ночи ребята куда пропали но я вам тут уже сердечек наставил спасибо вернулись так таня-таня просто таня привет вам таня нормальные магазины незачем за это же больше тратить чем 99 центов я бы им доверяла если бы сша жила бы да таня и можно доверять и на 90 процентов там стоят в этих магазинах товары те же которые стоят и в том же волмарте таргет джонс вонс и прочие другие вот товары из магазина костка и см слаб там бывают редко но тоже бывают вот и в общем то я уже показывал во многих видео что именно чипсы там я не знаю молоко сыр все эти товары точно такие же как и в других магазинах с теми же названиями те же бренды в общем все так и есть я не говорю уже про зубную пасту мыло всякие там женские принадлежности и прочее мариев честно говоря не помню ваше имя доброй ночи сейчас поймала себя на мысли что давно вас не видела как у вас дела вы не болеете ждем от вас новые видосики спасибо мариев ждем от вас новые комментарии вам лайкос и сердечко надеюсь вы подписаны новые видосики будут я рада приветствую я рад а это моя запись не разобрался степной медведь пишет привет степной медведь знаю точно чтобы наш постоянный зритель возвращайтесь скорее берегите себя без вас скучно очень даже спасибо вот честно говоря не знал не знал и не ожидал что вот будет много таких комментариев похожих на ваш и ваши похожие на другие от многих разных людей которые пишут что им скучно что они скучают что им интересно как у нас что почем какой хоккей с мячом в общем будем показывать будем рассказывать спасибо что вы с нами татьяна дорогобит здравствуйте вы очень долго молчите надеюсь у вас все хорошо татьяна дорогобит большое спасибо очень интересно читать ваши комментарии марина очень много смотрит передач на украинском языке и в общем честно говоря нам интересно как вы пишете это очень приятно вы пишите хорошие комментарии вы пишите их интересно поэтому вы один из наших любимых подписчиков и комментариев вартал пишет неужели цельная вам не по душе это же самое правильное молоко еще лучше оно как минимум 3 2 жирности как минимум почему предпочитали брать воду обезжиренной вместо молока ну тут разные факторы пили обезжиренная сейчас пьем более жирная в общем в разное время пьем разное молоко пить стали немножко его меньше антоша подрос и уже перестал его так употреблять как раньше опять же вартал вот как я сказал он просмотрел очень много видео большое вам спасибо за ваши комментарии вы очень много комментируете эти видео так опять же про молоко а так странные какие-то отмечания дни рождения где расписано все и вся и никаких импровизаций типа не совсем понял к чему этот комментарий ну ладно может вы поправите его все горло сохнет время позднее надо ложиться спать вот до конца страницы наверное и все а там продолжим мисс аня здравствуйте мисс аня страна развиты много маркет и куда входите знаете очень интересный комментарий одни существительные и глаголы трудно связать их в предложение ваш никнейм не знаю тем не менее приятно пишите более подробно задавайте вопрос чтоб я понял как вам ответить для ля вульф очень жду новый обзор на хелби гоби 3 видел ваш комментарий давно это было вот месяц назад до видел думал тогда засяду запишу влог про хелби очень много интересной информации хороший и не очень скоро будет еще одна распаковка хелби так что приглашаю буду рассказывать про его достатки недостатки достоинства достатки слова придумал интересно про его достоинства и не даст и недостатки нужен не нужен в общем мой опыт использования вот этого 3 гоби 3 3 3 гоби 3 каламбур расскажу пишите ваши комментарии опять же ля ля вульф интересуется гоби 3 кстати вы появились вот именно на гоби 3 по моему спасибо за интерес отвечу ген кей или джин кей как не знаю правильно прочитать на убери будешь еще таксовать да буду таксовать таксовать словом не не совсем нравится это принципе одно и то же но скажем давайте будем уберить или лифтить работаю на убери лифте буду записывать как я уже сказал начале этого влога влоги когда еду и сработали на работу или во время работы но честно говоря во время работы их записывать особо время нету и неудобно все наверное будем заканчивать вартал пишет колгей китаезным давно стал я предпочитаю брать пасты российского производства деткам вашим иногда все-таки стоит читать какие-нибудь книжки на русском чтобы совсем не потерять навыки общения на русском ну давайте про колгейт отвечу у нас колгейт не китайский у нас колгейт наверное по моему мексиканский и других стран но точно не китайский вот ну возможно пасты российского производства тоже хорошие не знаю не покупали белоруссии на российского производства а здесь их точно нету что отличает америка стран по советского пространства бла-бла-бла анатолий антонов извините вас не знаю очень интересна всем вам всего вам доброго спасибо за комментарий оставайтесь с нами к сожалению коллегских логов не будет но будут другие коллегские влоги были интересны тем что марина рассказывала о том как преподают преподаватели как идет как проходят лекции чего они там делают там прямо какие-то опыты у них даже были и как общается со студентами какие студенты в общем вот это вот вся жизнь ее интересно было передавать и рассказывать и все чувства и сравнивать это с учебой в беларуси а сейчас этого ничего нет просто учеба онлайн перед компьютером да это все равно немножко не так как было в беларуси хотя в беларуси мы не знали онлайн обучения но как я сказал нету переездов нету время на эти разговоры и это не так стало интересно как было все дочитываю эту страницу до конца больше не листаю продолжим в другом влоге александр никонов пишет во влоге гудвилл очень старый влог она она столько дорожает топлива в отличие от вас так как наши не могут справиться с олигархами и умерить их аппетиты ну знакомая ситуация да такое бывает что сделаешь это конечно грустная история ну как говорил медведев денег нет но вы держитесь это я вас не подкалываю а это такая у меня понимаете шутка то есть ну можем вам только пожелать крепиться и как-то вот находить какие-то пути и варианты выживания или хорошей жизни там где вы сейчас олеся алякса здравствуйте привет точно не знаем ваш никнейм рады будем если вы наш подписчик если не подписчик все равно рады пожалуйста комментируйте анна куркурина вопрос наверное кто такая на куркурина почему наверное не знаю это во влоге распаковка с amazon дефицит в америке извините ваш комментарий не понял но тем не менее вам сердечко и лайков приходите комментируйте будем с вами общаться арсений кулин под этим влогом ставит лайк и а монет пишет чем еще заниматься на карантине да на карантине больше честно говоря нет ну это я так как-то неудачно говорю на карантине на самом деле появилось очень много занятий интересов очень было много распаковок есть и они будут продолжаться и да в общем то а чем себя не порадовать почему бы не порадовать себя шопингом хотя бы онлайн светлана матвея ставит нам лайкосы и цветочки вам тоже вот говорю не буду комментировать а сам комментирую все вот до последнего этот влог заканчиваю и другому вернемся позже татьяна дорогобит ой я там по ссылочке видео глянула такой милый сахарочек вот видите вот татьяна дорогобит в курсе в курсе того кто как и когда у нас появился но рычит аки большой и грозный зверь эта девочка я правильно поняла да татьяна эта девочка маленькая но иногда порыкивает иногда погаскивает очень забавно очень забавно она с мариной это вот одно целое стало и как как они играют как она просит ее играть это так интересно наблюдать в общем мы просто не представляем как раньше без нее жили прям как объяснить что ты больше всего как маму как старшего друга партнера в общем она с маришкой не расстается прямо не отпускает ее марина идет на второй этаж например утром детей покормил идет на второй этаж там заниматься своей этой всякой мейкап и раскраска и лица и прочее блин и короче она стоит и гавкает под лестницей чтобы ее туда тоже забрали так галина аристархова пишет добрый вечер вы меня вновь сильно расстроили а также стала распаковку еды ой галина аристархова да блин распаковка еды зависла у нас честно говоря и и даже не записал и не могу выпустить когда-нибудь что-нибудь купим и распакуем все что покупал и рассказывал что распакуем вот из-за всего этого карантина то сядем кино смотреть до влога и все съедим то съедим по другой какой причине то время нету то еще что-то и в общем так получилось что извиняйте но распаковку еды обязательно сделаем это будет сейчас будут такие у нас влоге так солист спрашивает а где ссылочка на этого то ли женщину то ли мужчину надо кинуть обязательно ссылочку может быть кинул вам прямо и и и вот тут леса олеся алякса пишет вот теперь я понял ваш комментарий она пишет анна куркурина наверное она фитнес преподает ведет группы и много внимания уделять немолодым людям щадящие занятия ну вот мы как раз смотрели куркурина этой да мы как раз смотрели ее видео с девушками я бы сказал которые больше как женщины наверное да поскольку им там лет ну 20 25 30 вот так я глубоко не знаю с кем она для кого преподает но в общем это да она поэтому поищите по этой фамилии я думаю что вы быстро в ю тубе найдете все последние два комментария наталья харченко два месяца назад добрый день а ссылочку скинете где можно посмотреть фитнес уроки с резинками наверное не буду скидывать потому что вы просто в youtube напишите фитнес с резинками и там вас прямо засыпет этими резинками вот но честно говоря марина резинки забросила делает фитнес без них вот мы очень много бегали в карантин пока не добегались и марина не повредила или как не износила свое колено в хлам возможно потом мы расскажем как лечимся как лечились как продолжается лечение возможно будет интересно возможно не расскажем в общем спортом занимаемся продолжаем но резинки забросили не так это было все-таки интересно ну и татьяна дорога бит на закуску здравствуйте здравствуйте вот я только слышала о нежданных результатах после окрашивания волос сама еще не использовала интересно какой же результат будет особенно при смешивании разных красок жду с нетерпением в общем это было вот два месяца назад тогда когда марина была в поисках да тогда у нас было и истерикой и по всякому было но в конце концов марина нашла свою краску красила красила красиво нашла там фиолетовый шампунь тоже поистерила с ним потом научила пользоваться значит сейчас она красилась одной краской но видимо для того чтобы поддерживать этот цвет волос очень надо часто краситься волосы начинают покидать голову и марина решила сделать более щадящую более щадящий оттенок чтобы меньше красить поэтому ну будем получать краску на распаковку и параллельно будем рассказывать да да все в общем видео офигеть какое длинное получилось на час спасибо всем кто его посмотрел огромное спасибо всем вот за эти комментарии за теплые за ожидающие нас за волнующиеся вот именно для вас для таких вот подписчиков я буду продолжать вести канал иногда будет антошка стримить поэтому не пугайтесь не взломали просто посмотрите стрим можете не смотреть поставьте лайкос ему будет приятно напишите комментарий если хотите и все увидимся в интернете вам всем большое спасибо честно говоря я тоже скучаю потому что не делаю видео хоть делаю их в архив хочется выпускать но хочется комментариев поэтому если вам не трудно комментируете я буду тогда выпускать видео больше все всем спасибо всем до свидания подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео увидимся в интернете вы были на канале до встречи пока поймай